Новый механизм помощи, как повлияет на отрасль, проект льготного кредитования, рассказали в Минсельхозе. Компенсация из бюджета страны Пермский край не сможет выплатить пенсии в полном объеме самостоятельно. Лучшие из лучших премии в области событийного туризма вручили в Ярославле. Новости на РБК Перм, в студии Станислав Загайнов. Здравствуйте. Агроинвесторы только выигрывают в краевом Минсельхозе, предполагая, как повлияет на отрасль новый проект льготного кредитования сельхозпредприятий. Его анонсировал федеральный Минсельхоз. По новой схеме они вправе рассчитывать на получение кредита по ставке 5%, а заявку на его получение компания направляет в один из банков, уполномоченных Минсельхозом. Решение принимает кредитное учреждение. Недополученные доходы еще 5% до размера ключевой ставки ЦБ государство компенсирует непосредственно банку. Сегодняшний механизм, по мнению главы краевого Минсельхоза, малоэффективен. Когда, минуя очень длинную процедуру перечисления средств, когда из федерального Минсельхоза они перечисляются в край, в крае мы перечисляем сельхоз товаропроизводителю, а перед этим сельхозпредприятие должно в полном объеме заплатить проценты. И это очень такой, ну, долгоповоротливый, такой медленный механизм, когда Минсельхоз напрямую субсидирует проценты в банке, а предприятие, по сути, платит 5% всего. Я считаю, что это очень правильный инструментарий. Между тем, сами аграрии не уверены, смогут ли игроки рынка перестроить работу до 2017-го. Нужен переходный период. Кроме того, по мнению экспертов, выделенная сумма на субсидирование процентных ставок крайне мала, всего 5 миллиардов рублей, а ежегодная потребность российского агропромышленного комплекса только в оборотных ресурсах, по оценке аналитиков, в 60 раз больше, порядка 300 миллиардов рублей. Росевробанк готов выдать компании Перменергосбыта 1 миллиард 200 миллионов рублей. Кредит уже одобрен, это подтвердили в компании. По данным сайта госзакупок, пермский поставщик электроэнергии возобновит кредитную линию в Росевробанке. В случае такого займа долг должен быть погашен в течение полутора лет. Ставка составляет 11% годовых. В целях получения кредита Перменергосбыт указал пополнение оборотных средств. Как сообщили РБК Перм в компании, одобрение банком такого кредитного лимита не обязательно говорит, что Перменергосбыт собирается использовать эти средства или даже какую-то их часть. В этом году Пермскому краю не хватит около 60 миллиардов рублей собственных средств на выплаты пенсионерам. Цифру телеканалу приводит управляющий фондом Станислава Ворончук. Всего в этом году с предприятий и организаций в пенсионный фонд соберут около 60 миллиардов рублей. При этом по плану в этом году объем выплаченных пенсионных средств достигнет 120 миллиардов. Более половины объема этих средств будет субсидировать из госбюджета. В пенсионном фонде уточняют, что эти показатели уже сложились исторически. На протяжении многих лет они являются неизменными. Другое дело, что три года назад часть этих пенсионных платежей, или как страховых взносов, направлялась на формирование накопительной части пенсии, а большая часть на формирование страховой части пенсии. Но вот последние три года все суммы страховых взносов направляются на формирование страховой пенсии. По словам главы Пермского отделения пенсионного фонда, показатель собираемости в Прикамье высокий, третий по Приволжскому федеральному округу. Так Пермский край уступает Нижегородской области и Татарстану. Самый низкий показатель в округе в Пензенской и Кировской областях. Он составляет около 30% от требуемой для выплаты суммы. Два туристических проекта Пермского края стали победителями национальной премии в области событийного туризма. Финалистов Russian Event Awards объявили в Ярославле. Первое место занял Туристский информационный центр края. По мнению жюри, он стал лучшим региональным ресурсом в стране. В области культуры лучшим российским турсобытием стал 10-й международный Дягилевский фестиваль. Культурно-спортивный праздник «Смотри на Красной горке» занял второе место. Бронза присуждена ежегодной премией посол Пермского края. В этом году в конкурсе на соискание престижной премии участвовали 702 проекта из 68 регионов страны. На этой неделе рубль и другие валюты развивающихся стран может находиться под некоторым давлением на фоне укрепления доллара. Так считают аналитики по предварительным прогнозам. Возможно, некоторое ослабление рубля на неделе. Ожидаемое колебание в диапазоне 63-64 рубля за доллар. Лучшее предложение по покупке доллара к этому часу в Перми предлагает Межтопэнергобанк 63 рубля по продаже Активкапиталбанк 63.30. Самое выгодное предложение по покупке евро, а также в Межтопэнергобанке 69.20 по продаже в Активкапиталбанке 69.50. И на этом пока все. До встречи на РБК. Реформа ОСАГО. Причины и прогнозы. Сегодня в 16.35. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова